господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного аминь номер 111 вопросы события дня задавайте вопросы 31 марта 2016 года мы дальше уже это все у нас было ничего не убирается потому что это в силе остается вот посмотрите прочитали но это что что ко мне заходить на форум а не вопросы задавать ни в контактах и в одноклассниках там я не бываю вообще и модераторы не могут принести уже неделю ни одного вопроса не забрасывают там один раз говорю там сотни говорит у нас времени нету просто ну и объявление помочь краткое содержание дать нашим роликом вот я продергиваю прочитайте считать у себя затормозить и вам будет удобно читать вот это прочитайте я тут не понимаю сказал неправильно вот это вот объявление нашем сайте это все про аудио говорится не про видео вот это вот говорю неправильно там а как тогда видео превратить в аудио тогда скажите мне да никак и вот идут занятия занятия изменились теперь другим скажите с двух по московскому времени до 3 30 потому что нас время в алтайе изменили теперь у нас развивается на четыре часа с москвою но и дальше юрий соболев благословение гнати тихонов что вы с братьями решили сделать видео версии ваших занятий потеряевки оживает текст сразу смотрю с удовольствием но попросили это сделать люди отучены считать то а так прослушает а там занятия я был тематические храме я не мог тогда говорить потому что не было еще чтецом и поэтому занятия вел в лагере там на улице около балерины там где-то такое балерина такое сооружение трехэтажное у меня там есть дальше александр марьясов миром игнатий тихонович благодарю за очень хороший ответ на вопрос брата юрия соболева о нашем патриархе кирилле и как бы все изменилось сознание православных людей если бы патриарх высказал все то о чем вы сказали спасибо не высказал не высказал меня спрашивают а почему то не на вас так гонят то другое будет ролик составлен то я подобью это к этому и все это объяснимо и понятно дальше александр жоба доброй ночи это она ирина жена говорит на него как бы доброй ночи гнати тихонович простите что так поздно вы простите за постоянные просьбы но без вас никак не обойдусь ваши молитвы доходят господу помолитесь за моего мужа александра может угодно богу будет и положит на сердце ему любовь и искреннюю господу веру истины господа нашего иисуса христа и страх божий так хочется уехать из этого города подальше но он не понимает что нужно это для детей мы ведь будем отвечать перед богом за них он у меня здоровый сильный только не любит хозяйством заниматься за малым дело стало а в деревне это хозяйство не любишь заниматься там еще ты не нужен ты должен любить скотину пристройку все время приходится что-то добывать косить сено не просто свидетеля быть у нас корчено недалеко там афонин милиционер капитан там было ли майор и вот он милиционер участковый в деревне то у него коровы там и все настоящих крестьянин и поэтому что ему милицейская работа даст а это у него просто настоящее не давай сказали однажды который сильно провинили закон даже пригласила работать у него их дальше ну ведь любишь не любишь нужно чем-то жертвовать ради христа детей в нем есть эгоизм этот когда думаешь что будет все хорошо но ведь господь лучше нас знает и может сделать так что будет поздно а я бы не хотела этого и сердце рвется как представлю как дети мы мучаются в аду и все по в нашей вине а это вообще глубокие глубокие мысли вот это если вы главное имели и дети погибнуть вот так вот страдали по обстановка сразу бы изменилась это редкий случай чтобы так писал человек простите что так много но потом смотрю вас по компьютеру и когда отвечать на вопросы и просьбы чувствую что это господь говорит через вас постоянно кто заповедует наши братья знают от мы сидим что-то делаем звонок такой то у нас такое помолиться то мы мгновенно бросаем это уже буквально не минуту а буквально в секунду становимся уже на молитву и уже молимся и после этого 100 поклонок делаем вот с просьбами мы люди пишут что господь слышит молитва то ничего не значит значит милость божия откликающаяся на молитву все бог храни вас бог может успели к вам переехать и лично благодарите молиться рядом с вами чувствовать силу молитвы но это как бог даст пока мужа не будет обращения это невозможно это запрещено смертный приговор вынесен в чечне губернатору кемеровской области амангельды тулееву решение об этом принято на экстренном заседании шуры алимов исламских ученых чечни дагестана которое прошло в грозном поводом для столь сурового вердикта послужило принятие тулеевым христианство тулеев чтобы знали кто это губернатор дольше всего прибывает на своем месте кемеровской области но видно что он не не русский шура или шура обязала обязала каждого мусульманина привести приговор в исполнение там где он достигнет тулеева представьте жить вот по этим салман ружде когда написал вот так же пришлось уходить это вообще лежу на христе говорит губернатор а за него усилить молитву надо за губернатора то чтобы он поистине уверовал не просто восхищался христом как личностью для нравственно для продвижения изменения в мире но как спасители который у нас за него это я от него не слышал еще но он меня очень заинтересовал и где это вот где написано откуда это взято смотрите оригинал материала ну как-то зафиксируйте или как-то не знаю и вот его дальше аман гумирович тулеев об иисусе где говорит он вот она михаил кальмаев с кем поведешься того и наберешься вот эту ли вам от гумирович вводит дружбу с иерархами м.п. как уже с умершим архиепископом сафронием будько было так и с митрополитом аристархом сегодня интересно когда генрих фаст еще в менонитах он был у меня был но я его направил в новосибирске говорю там секретарь епархии пивоваров отец александр его там встретишь он приехал туда ничего не знает но ему он думает что я работаю через меня вот люди приходят православие думают я везде в почете ну когда выходит а будько то там был священником отец дмитрий а потом он сафронием станет то и он вышел а он спрашивает а где отца александра найти ну она говорит ему ну хотя решили решил блеснуть близостью я говорю я приехал от игнать от игнать и он говорит сразу как пусоровел да это такой ну как все говорят там иритик псевдо там не знаю что он говорил так вот такое дело мгновенно он при том основном беседовал нет у меня книги были тогда нет интернет был ничего не было это на другом уровне все на духовном а потом раз он против меня и уже знаю у него будет повышение кто не знает в кгб мной занимались майор беденко александр семенович майор мое дело было окончено маленько еще прошло генерал-майор это большие это надо быть подполковником полковником генерал-майор в личной охране бориса николаевича ильсона это мне передали из кгб дальше а вот стал ли тулеев при таком тесном общении с иерархами христианином есть ли вера нужно посмотреть на дела какие он делает а делать для мп мангулимирович много он помогает материальным углем строительстве храмов и часовин и так далее завсегда иерархи участвуют во всех мероприятиях стоят рядом с тулеевым и им дается слово для выступления перед собравшимися думаю что тулей верит в бога но вот вера это языческая не евангельская все его дела добрые похожи на задабривание христианского бога ему нет разницы что христос что буда или аллах и едите ко всем надо уважительно относиться и поэтому всем служителям надо помогать вот это говорит жертвенник неведомому богу как он появился то объясняет так что когда-то они пошли воевать принесли жертву жрецы были но потерпели поражение почему стали думать а у моего дедушки какой-то бог был я забыл как называется но он ему жертву приносил еще сказал а название забыли даже из неведомому богу задобрить чтобы этот бог неведомый принял а павел повернул неведом это христос вот это и есть так это не голословное мое утверждение вот один штрих факт подтверждения надо уважительно относиться поэтому всем служителям надо помогать в горной шори кемеровской области отныне будут отмечать новый праздник день снежного человека местной власти даже выписали из монголии невесту для снежного человека и она будет также представлена на праздновании начальник областного департамента культуры и национальной политики лариса за урывайн рассказала что шорские шаманы проведут национальный обряд зарождения счастливой семьи тому кто сможет найти кузбасской тайге йети региональной власти вручат 1 миллион рублей то есть его нет ни нет а сатана является никакого йети нету нету это обманут летающие тарелки это все дьявол делает пришествие антихриста и тогда они сойдут эти инопланетяне то есть князь и господствующие в воздухе дальше миллион то рублей кому давать сообщил 11 ноября губернатор кемеровской области мантулеев таштагале на праздновании первого регионе дня снежного человека отмечать праздник посвященный бигфутом планируется ежеводно ноябре или декабре вот ссылка на видео где тулеев объявляет о новом празднике одной рукой строят православные храмы а другой распространяет шаманизм и суеверие вопрос почему кавычка высокопреосвященнейшие промолчали а ведь это чистое язычество губящую душу их друга кавычках амана гумировича почему они вред зашла то дело в том что мне сообщили мы за моими моими книгами гоняется из библиотеки выдрать как-то надо а библиотекарь не отдают но они же бюджетники а бюджет от кого зависит от этого поэтому а он близкий к архиереям а там аристарх митрополит митрополиты представьте за моими книгами ни за одними книгами в россии не гоняются митрополиты только за моими он другу так аман гумирович вот такое дело там библиотеки ну так уберите но никак не убирают они же вам подчиняются так из библиотеку брать книги этой лапкина все директор испугалась мгновенно и куда убрать отдали их им туда в метрополию вот понимаете я на этот вопрос рано или поздно буду отвечать почему они это делают посмотрел ролик в котором юрий рассказал о тулееве все-таки есть тулеев такой но уж лучше бы он не знал этих служителей христа он бы был свободен от их всеподавляющего авторитета а так христос для него учитель нравственности и морали хорошие заповеди открыл людям по которым надо жить и все священники напрочь закрывают людям путь порождению свыше сами не входят царство божие и людям как тулеев не дают войти ну и дальше посмотреть где вот это больше пока не беру на сегодня почему где со священниками кто-то знакомится тем более какой-то уровень такое говоруны которые много говорят пропал светлана копылова обуздали и у ней я не знаю что она могла еще показать эта кисточка которая два больных были какие замечательные дальше они переключили на патриотическое к жанну бещевскую талант погубленный буквально они буквально пашут на ним если кто с ними близко они не могут просто так будет сидеть нет его начинают диктовать что библиотеки вот центр и были наконец погибла россия это самые губительные действия их и губительнейшие изгубительные это созданы центрские отделы миссионерские отделы это вся чернота хамье самое безжалостное как они на улицах ходят но это вот божья воля там царионов божья воля там антео я образнял ну как анало неопознанный летающий объект а нт о я без на неопознанный темный объект я бы объяснил что-то такое тут один все пепла ты что дадим до 2 там до 1 я понял демон и расшифровал тогда он начал подписывать от муха друженин открылись и ну и вот надо посмотреть в это же сразу наш листик и как назвать страница в моем мире вот она страница в моем мире вот очень много видео сколько видео у нас тут 2923 ролика и сколько фотографий 18 тысяч девяносто говорят что тут музыки много и прочего другого все есть здесь приходите здесь вы найдете много для себя но и очень большой у нас форум вот он как выглядит по-русски зарядите в яндекс гугл 1580 тем обширных тут очень и очень много ну и теперь большим уже стал наш ресурс видеоканал 4250 примерно наших роликов здесь здесь все есть если нажать вот сюда на главное тут идет ежедневно выставляется жития который я насчитал 80-е годы один добрый человек это делает обрабатывает много у него времени отнимает ну и самое большое сокровище вот он наш сайт православный библейский сайт я не знаю где еще такие названия есть подскажите я не думал не так как вас стали вы что говорите православный библейский это абсолютно несовместимое название я был в краевой администрации и это большое дело алтайский край то ну и первые заместители губернатора по его помощники и начинают они мне показать журналы великодержавные я говорю как но мы за православие я грех реста то знаете а вот это обговорено мы за православие но против христа против христианства то есть это совершенно несовместимое сегодня вещи православие христианство а какое-то совмещение так и здесь библейский а что такое вот так далеко все это ушло притом я это не придумал это это реально и постоянно говорят об этом ну и вот здесь нажать православный форум зайдешь видеоканал тут проповеди 1300 проповедей моих 1300 проповеди которые об храмах говорил только и вот ответы 4124 они разбиты на пятьдесят пять папок вот здесь 50 книг аудио начитано звук и видео вот некоторые не видели вот я ткну звук и видео что начитано считай библия повторно начитан и на этих ночи лапкина архипелог гулаг сложенится александр анимка пресс три тома повторно начитанный лапкиным творение святителя на златоуста 12 томов жития святых двенадцать книг добротолюбия пять книг отец григорий девченко четыре книги ну и разного ну-ка 50 книг ну допустим вот жития святых откуда-то берется вот я ткнул вот они идут что это означает из житей я выбрал все а это 365 дней это 12 томов по им месяцам январь-февраль выбрал из всех книг и всех 365 дней отдельно работу провел читая жить я выбрал первый век а там каждый день разные века разные-разные потом выбрал второй век по векам и вот это означает 4 здесь все делится на 4 4 дорожки на бобинах тогда были катушки магнитопоны 375 метров 8 часов 20 минут звучания я их перегнал магнитофонизация россия стоял конечно на первом месте в россии решила тысячах и тысячах пленок полный комплект это 250 катушек а это может сотни раскатились вот здесь самый видно четвертый век сколько здесь видеть сколько здесь 4 каждая вот эта единица отознащает два часа пять минут голубя вот это маленький и вот смотрите дальше как видно в каком веке каталог на жития вот каталог я теперь нажала его о каждый век какое число какое жития и сколько страниц количество страниц житиях на бумаге вот только гляну видишь большой или маленький вот я теперь показываю и много таких вот вот таких вот строчек надо было заполнить сюда 1173 какая работа была проделана это господь благословил не считано а начитанный голосом и сейчас добрый человек этот он представляет это еще тот второй век я просто так погоню помаленьку чтобы увидели один файл означает а теперь файл тогда была дорожка называлась четыре дорожки большие жития значит тут мало будет этих житий а тут много каждый век начинается с новой катушки вот 4 вот смотри анфим некомедийский 12 это потеряете честь его назван тут а тут по пол страницы меньше пол страницы сюда не вошли они просто насчитано но их нету здесь вот они а вот сами 7 павел и только 2 как это так а николай чудотворец никола 38 ямгрозе медиаланский 22 вот видишь два жития и заняли всю как дорожку одну а другие и вот тоже 2 кто такой спиридон евгений 28 самое большое житие это может быть серафим старовский 51 странице явно что раздували дули откуда только брать могли апостолу павлу в один день с петром в четыре раза почти меньше но еще непонятно то то есть выдумка все это а это жития святых вот тут маленький 13 файл лишь по одному и все и все идет так это дело вот я веду это все этот вот видишь 40 это все четвертый век столько идет вот а когда файлы некоторые не файлы дорожки не до конца добрано были туда насчитывал дело святой же день святой жизни указание пути в царство небесное митрополита инокентия ну и дальше продолжение исаака сириянина из добротолюбия сюда начитал чтобы новый век 5 начинается с новой дорожки и вот так сделал не просто насчитал а именно в развернутом виде история церкви это тоже впервые было сделано впервые то есть я не хочу но все получается где бы не шел везде первый 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 ясно дело любой смотрит и я бы мог этот мне напоминается такая картина одна когда там колумб открыл америку и вот все говорят но еще особенного плыл плыл и наконец берег встретился чайки летает он зашел правильно еще особенно это почему вы то не открыли ну вот начинают он тогда взял яйцо залами и поставьте его так вертикально но они стоят и склонились и картина такая но она падает никак он отошел погулял пришел никто не мог поставить никто их вы он взял вот так вот стукнула а там под этой воздух когда зародится зародыш дышать подвис в яйце пустота немножко она сразу стала да это любой бог бы взять но так америка любой был открыть мог а я его впервые сделал я шел до конца я не знал может голову придется разбить где-то ну вот так и есть я впервые насчитал то тоже по сегодняшний день нигде нету и что в этом благодать божия особая милость миссия миссия ты на себя ее не возьмешь перед тем как вот это что-то насчитывать я себя постился молился причащался ехал к архиерею вот тогда московской патриархии другого то мы не знали благословлялся и насчитано благословенно люди слушают и переживают необыкновенные переживания у меня были если они на огне я как бы сгорал вместе с ними их в морозе держали меня холод пробирал у меня очень сильно развито воображение это все вот я показываю где ну дальше это же самое златоуста вот если мы посмотрим вот здесь вот библия златоуст вот она где вот я наткнул его златоуст вот на каждый том видите как они неравные тома даже видно сколько дороже в каждом томе вот это господь в осетии библии творение святого ана златоуста вот это тоже пока бы нигде нет жить я маленько если это ну и григория диченко в то время не было интернета магнитопоны были тут шла такая работа даже не выскажешь это все сегодня распространенно приходится отвечать ну и на этом раз нам уже давно здесь мы заканчиваем приходи есть о детском нашем лазере здесь все мои книги ну все 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 заходите библейски во свете библии открытым оком четыре слова запомните вы прямо на выйдет сейчас ко мне трудно пробираться там столько отрицательно везде пишут и потом никто не встречался ни один которые пишут это вот на этом все на сегодня благословен господь по славу боже